Друзья, что-то у меня прошлая серия взяла, да и нафиг вылетела. Не хватило мощности компьютера, наверное. Пока как тут началась такая двужуха. Вот, поэтому, если не получится мне даже ту серию выложить, то, в общем, Германия на нас напала, воспользовавшись ситуацией, когда я тут начал, блин, дебил, подготовку организовывать армии. У неё организованности было никакой, и сейчас мы, в общем, проигрываем, как вы видите, на границе. Довольно-таки сильно. Ну, сейчас начнут отступать наши части, и тогда посмотрим. Вроде бы в воздухе у нас есть преимущество, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Белорусский фронт, да, наш весь. Восточная Польша тоже. Вот, смотрите, у нас есть бездействие. Правда, в общем, бездействие. Так, в общем, атака идёт полным ходом, я считаю. Должно быть всё хорошо. Поэтому будем смотреть, как тут чё, в случае чего силы в дополнительные. Будем подтягивать. Так, вот, началось, понимаешь. Да, возвращаются наши войска, вот, переброска войск. Тут у нас что? Хочет переместить свои войска через наши... Да, давайте. Я не против. Давайте будем помогать друг другу в войне. Так, у нас тут оружие, наконец-то, изучилось. Год 40-го его на дворе. И так. Это ещё рано. 150. Так, кавалерия. Изорная пехота. Да. Давайте. Будем усовершенствоваться. Так, ну что. Я даже не знаю. Вот это-то надо бы оставить в войсках 13 дивизий. На всякий случай, чтобы в случае агрессии финнов, например, у нас был какой-то такой шанс, да, отбиться. Так, эти-то ведут подготовку нормально, ничего страшного. Ну вот дивизия, вот эти остальные. Так. Пусть доподготавливаются, и мы сейчас начнём помогать. Так, отлично. Убираем подготовку. Сейчас они наберут немножечко организации. И давайте их прям всех жуков подкинем. Так. Да нет, я хочу как раз границу нарисовать. Так, отступаем. Пытаемся сейчас создать, короче, оборонительный рубеж. Такой. И пусть отступает армия. Чтоб не попасть в котлы там и всё остальное, немножко надо оттянуть силы на позицию. Так, здесь у меня чём. Ну и этих можно на подготовочку закинуть. У финнов стоим. Так, и здесь. Здесь готовятся. Плюс сейчас. Отлично. Так, что тут смотрим? Государство соединено, кажется, заключить с нами пакт. Давайте заключим. Пакт. Желает отправить нам в помощь дивизии. Нифига себе. Да. Согласен. Не в нападении. Так. Союзники, враги. Вступить в войну. Да, я не против. Кто-то поможет. Вот здесь Китай хочет с нами пакт. Да. Давайте ещё попробуем Китая уломать. Пригласить в Альянс. Проход в войск. Ну, пока не то. Всё это дело. Так, вроде отступили. На занимаемые позиции. Да вы... Чё-то не могу понять. Чё за движух? Я же вас... Вот сюда. Держать, строй. Все дела. Паса обороны. Ну-ка, встали. Так, вроде всё почистил, да? Теперь опять... Опять создаём... Фронт. Минск. Минск. Не надо отдавать. Ни в коем случае. Будем его держать до последнего. Всё, пусть топают. Так, эти ещё тренируются. Эти там стоят. Эти готовятся. Пусть готовятся. Тут ещё у меня пару. Пережил покушение. Пережил покушение, мерзавец. Сегодня после отчаянной драки в собственном доме в Мехико, Лев Троцкий убил человека, напавшего на него. Его собственным ледорубом. Им оказался испанский националист, стоящий на службе НКВД. Троцкий некто являлся сопротивником и, возможно, преемником Ленина. Но после безуспешной борьбы за власть был вынужден выдворен из Советского Союза Сталина. В обращении к прессе Троцкий объявил, что покушение стало ещё одной жалкой попыткой Сталина заткнуть рот противникам своего режима. Реально мерзавец просто. Дикий мерзавец. Как так? Смог выжить. Так, давайте мы... Так, вот сюда, да? Отправим новобранцев на подготовку. Пусть занимаются, обучаются. Хоть какой-то опыт получат. И надо продолжать формировать. Так, здесь у меня десантники всё собираются. Эти собираются, строятся. Ну, пока нормально. Сейчас ещё вернётся наши такие более подготовленные войска. И они, думаю, начнут тоже вступать в бой. Прикроют. Сейчас мы постоим немного здесь. Войска подтянем. Германию. Так, вот, видите, вернулись. Это просто супер. Германию здесь начнут. Может, французы где-то доить. Может, испанцы помогут здесь, да? Он вынужден будет оттянуть часть сил. И тогда... Тогда мы займёмся... Займёмся всем этим делом всерьёз. Так. Тут стоят... Аркасовский. Давайте... Уберём его вот сюда. Так, вот, купить. И... Помощь к Жукову. Кто там у нас ещё? Вот, отличные дивизии Жуковские. Тоже сюда. И придётся опять заново, быстренько, нарисовать полосу обороны. Чтобы опять... Все уже дивизии вступили в бой. Под предводительством Жукова. Создаём полосу. Минск обязательно защищаем. Чё ты жёлтым мне кажешь? Я чё-то понять не могу. Столько дивизий. 115-ти, что ли. Так, ну-ка, вот так вот всем. Так, вроде нормально. Да? Так, вот. Погнали. И вот так вот. Быстро на защиту все. Вроде держим, да? Пока атаку. Сейчас они окопаются ещё. Опыта как раз наберутся некоторые дивизии. Так, вот не хватает... Обеспечения. Давайте посмотрим, где. Здесь, да? Где это, блин, дивизия? Ладно, так, смотрим. Что у нас по нехватке? А, понятно. Тут инфраструктура разрушена. Ну ничего, придётся подождать немного, пока заводы у меня отремонтируются. Да, Мурманск. Не буду же я отменять. Сколько дней осталось? 22 дня пусть строятся, ничего страшного. Как-нибудь справимся. Так, а вы вот сюда, наверное, в гомель? Войска. Пусть двигаются. В случае чего будут потом прикрывать дополнительные силы. Так, что с финами? 27 ноября 40-го года. Так, Нидерланды. Тогда мы здесь отменяем и просим Великобританию. А чё? Сколько мне надо? 5 резины всего. Так, резина у нас идёт на... Ну... Так, сколько там у меня вообще машин? 4 тысячи. Давайте уменьшим во всякий случай. Так. Теперь два резина, да? Пусть будет один завод. Истребители. Вот куда всё уходит. Ну, не страшно. Одна резина, это не страшно. Потерпим. Так, ну что? Жуков. Ещё не все силы тянул. Так, мастер снабжения, мастер наступления, мастер обороны 72%. Давайте посмотрим, как сейчас находится. Быстрый стратег. Отлично. Так, я смотрю, здесь уже отжали. Придётся менять опять тактику. Национальные... А, Нидерланды капитулируют. Голландские власти создали правительство изгнаний. Ну, вот. Третий рейх смог. Вот так вот истопает. Так, пора пересмотреть опять оборонку. Где-то продавили. идётся заново. Главное, Минск не сдать. Так, всё. Открепили. Так, сейчас нам не до наступлений. Подождём резервы. Вот тогда будем думать. Так, что тут у нас? Ну, давай. Давай. Так, эти пусть тренируются. ещё пригодится. Ещё пригодится. Так, операция Z. Давайте вот эту присоединим себе. Территорию. тоже бонусы получим. Так, этих можно уже, наверное, спустить, чтобы не отвлекали. Так, и сюда назначим Рокоссовскую. Вот он. По красоте. Отлично. Вся надежда сейчас на Жукова, чтобы мы тут дождались, когда техника придёт. Так, недовольствие финскими провокациями. Угу. Сейчас у нас тут техника подтянется. И будет более-менее. Так, стоп. У меня же тут эвакуация. Давайте за Урал сделаем. Так, а что нельзя? Ну ладно, раз там фокус. Нельзя менять. Жаль, конечно. Ну, подождём. Может, успеем ещё эвакуировать в Москву. Талантливые молодые. Круто. Уже почти минусов не осталось, да? Организация Dizzy минус 20 ещё. Сильно. До какого числа? Нифигасия, до 42-го года. Это жесть. Пока держит, Жук. Держит фронт. 96% мастер обороны и быстрый стратег. О, нифига. Давайте глянем. Что нам это даёт? Скорость планирована 10 и максимальная укреплённость 30%. Ну ты, Жуков, молодец. Так, яркий полководец, организация, мастер снабжения, плюс наступление. Супер. Беларусь. Да, надо бы как-то это всё достроить. Дело. Хотя, ладно. Низкусь идёт. Достроятся сейчас вот эти вот. Так, падение Гонконга. Войска Японской империи... Да вы что, с ума сошли там? Ну-ка. А, вот. Гонконг. Ага. Фу, я уже думал, Китай начали давить вовсю. Нам нет. Всё хорошо. Так, давайте у меня тут товарищи есть. Они вот сюда поедут и захватят часть Сахалина. Он мне очень пригодится в будущем. Ну ничего, держим. Держим. Жуков, молодец. Крепко встал. Так, что у меня тут с опытом? 97%. Все окопались. Так, что Германия пока пробить нас не может. Мы её тут при этом ещё неплохо так самолётики у неё уничтожаем. Падает у неё также инфраструктура. Ну, в общем, неплохо. Не так всё страшно, да, как казалось вначале. Эти ещё товарищи подготовятся у нас и мы их опять тоже как пополнение к Жукову тем более нам идёт помощь. Замечательно. И вот скоро у нас у финнов, да, будет? 27 ноября начнём наступление на Финляндию. Там мы вам ещё всем вспомним блокаду Ленинграда. Финн. Будет тебе привет. Ну что ж, друзья. В следующих сериях обязательно с вами увидимся. Всем спасибо. Всем пока.